От создания дизайна до капсульной коллекции деловой женской одежды. Ульяновская швейная фабрика на рынке почти 20 лет. За это время с маленького производства в шесть сотрудников семейный бизнес вышел на экспорт и расширил свои границы. В разных регионах страны более 100 фирменных салонов. Здесь отшиваются первые образцы, которые вот будущих коллекций как раз. Мы смотрим первые изделия, как они сидят, сочетаются ли они между собой, как выглядит фактура ткани, как выглядит каждая складка, красиво или некрасиво, какой шов нужно поменять. После модель проходит еще несколько цехов и попадает в главный. В нем отшивают всю коллекцию. Бизнес-встреча – это второй этап проекта «Мама-предприниматель». Участница узнает, как бизнес работает изнутри. Бизнес-модель у меня пошив одежды, планирую пока женской одежды. Придя на производство, мне очень все понравилось и такой восторг. Не видела таких масштабов, тем более у нас в Ульяновске. Это достаточно большой опыт для меня, то есть я буду к этому стремиться. Пересмотрела вообще все свои взгляды на делегирование. Раньше мне было очень страшно передавать свою работу кому-то. Сейчас я понимаю, что мне это рано или поздно нужно будет сделать и это только приведет к дальнейшему росту. Сегодня в Ульяновской области 44 тысячи индивидуальных предпринимателей и почти половина зарегистрированных женщины. За четыре года в проекте приняли участие более 200 женщин. Каждая четвертая открыла свое собственное дело, избежав многих типичных ошибок на ранних этапах. Всегда нужно, во-первых, вкладываться в обучение персонала, в его развитие и в правильное грамотное разделение ролей. Это очень важно. То есть я понимаю, конечно, на первоначальном этапе денег жалко на все и их вообще не хватает всегда. Но персонал – это такая же важная часть бизнеса, как и сырье, материалы. Напомним, восьмой сезон проекта отличился рекордным количеством заявок в два раза больше, чем обычно. Подведение итогов впервые состоится сразу в двух городах – Ульяновске и Димитровграде. 20 финалисток сразятся за главный приз в августе.